Привет автолюбителям и пользователям сайта Drom.ru Сегодня мы поговорим о парковках не о каких-то новомодных, современных, многоэтажных парковках а обычных парковках, где жители Токио паркуются каждый день около своего дома Начать тему парковок хотелось бы с того, что в Японии, как вы знаете, очень мало земли, но и второе правило в Японии это не мешать окружающим Поэтому, если вы собираетесь купить новый автомобиль, то без разрешения полиции вы не сможете это сделать В чем заключается разрешение от полиции? В том, что у вас должно быть обязательно подготовлено специальное парковочное место для вашего нового автомобиля Если же у вас нет парковки около дома на вашей территории, то вам нужно будет арендовать парковку где-либо в другом месте и получить справку, что вы забронировали это место Обязательно парковка должна соответствовать вашему автомобилю Если, к примеру, длина парковки составляет 4 метра, а ваш автомобиль новый будет чуть больше 4 метра то в этом случае большой вероятностью полиция разрешение вам не выдаст Вам нужно будет искать новое место Проще говоря, размер вашего автомобиля зависит от вашей парковки Если у вас маленькая парковка, то вам нужно будет покупать маленький автомобиль или искать большую парковку чуть дальше от вашего дома для вашего большого автомобиля Сейчас позади меня наш дом, наши машины, наше парковочное место Машина у нас Mazda CX-8 этого года, новая Длина нашей парковки составляет 5 метров Это именно от стены и до тротуара А длина CX-8, как я помню, составляет 4 метра 90 сантиметров То есть нам приходится парковаться практически впритык к стеночку чтобы машина не выходила на проезжую часть Благодаря тому, что у нас был запас 10 сантиметров мы получили разрешение от полиции на покупку автомобиля И, как видите, машина стоит прям впритык Так как в Японии очень мало земли то, конечно же, парковки очень компактные и прям впритык Машины паркуются прям к стеночке, чтобы проход в дом Есть такие парковки, где люди практически перекрывают свою дверь но у них дверь раздвижная Я паркуюсь не так профессионально У меня еще довольно много запаса от стены до машины но более профессиональные японцы паркуются практически где-то сантиметр расстояния до стены Те, кто часто покупает или вообще покупал машины из Японии очень, наверное, замечали, что на боковых зеркалах есть царапины Это как раз происходит тогда, когда ты паркуешься и в позапарке забываешь свернуть зеркала Сейчас я вам покажу, как мы умудряемся парковаться на такой маленькой узкой дороге в такую маленькую парковку Проблема даже не в том, что узкая дорога или узкая парковка но еще в том, что напротив стоят автомобили Обычно здесь напротив стоит Nissan Skyline довольно длинный и он немного мешает нам парковаться но сегодня его нету, хозяин уехал на работу поэтому будем парковаться в немного упрощенном варианте в следующем году «Скрылки» «Скрылки» «Ваме» Ну вот я вам показал, как выглядит наша парковка и как мы паркуемся в таких тесных условиях. Сейчас пойдем походим по районам, я вам покажу, как паркуются японцы и как выглядят другие парковки около дома. Конечно же не у всех японцев такие маленькие парковки, люди побогаче могут себе позволить дом с парковкой для двух-трех машин, к примеру, как наши соседи. Нехватка земли у японцев развила такую культуру строить дома на сваях и под домами делать парковки. Несмотря на то, что здесь постоянные землетрясения, такие вот дома на курьих ножках, они очень устойчивые и всегда предоставляют место для парковки своим жителям. Еще одна особенность парковочной культуры Японии это то, что в 99% на всех парковках паркуются задом. Даже если парковка широкая, не такая как у нас, к примеру, в платной парковке, то там обязательно стоит вывеска, чтобы сообщение, чтобы люди парковались обязательно задом. Почему? Не знаю. Ну, вот такая вот культура. Япония автомобиль это не какая-то роскошь и она не показывает статус. То есть владельцы автомобиля не пытаются показать свой статус этим автомобилям. Если они покупают Феррари, это потому что им нравится, потому что они хотят показать окружающим, что у них очень много денег. Удивить японцев машины очень сложно, если только вы, конечно, будете проезжать на каком-нибудь новом Феррари, разукрашенном с героями аниме из мультиков, то, возможно, японцы обратят внимание, а так ваш Феррари будет также привлекать внимание, как какой-нибудь Ниссан. Ну, вот мы погуляли по району, посмотрели, как выглядят парковочные места на обычных японских улочках. Ну, а на сегодня все. С вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok